Я играл в FIFA Mobile день, неделю, сейчас было бы логично отыграть месяц. Но абсолютно все планы испортил баг событий Ultimate Tots. Те, кто воспользовались этим багом, получили очень много ресурсов и игроков. А те, кто не воспользовались, получили очень крутую компенсацию. Это и монеты, и 112-й игрок, и 114-й игрок, и нам выдали бесплатного могла Ира Ибрагимовича. В общем, очень много реально крутых игроков. Я решил взять себе ровно час времени и за это время попробовать прокачать состав до как можно большего рейтинга. Кстати, всем привет! И именно вот так вот будет выглядеть наш эксперимент. Сегодня мы посмотрим, какого рейтинга в FIFA Mobile можно добиться за 1 час игры. Всем приятного просмотра, заваривайте чай, кофеёк, ну и прямо сейчас мы посмотрим, что у меня получилось. Пиши, как тебе эта идея, ну и конечно же не оставляй лайк при себе. Кстати, сегодня мы будем играть без доната. Хоть нам бы очень помогли FIFA Points, либо, например, абонемент Ultimate Tots. А если ты хочешь купить абсолютно любое предложение на свой аккаунт, то сделай ты это можешь у меня в магазине. В моём Телеграм-боте это можно сделать быстро и, что самое главное, удобно. А заказы выполняю лично я так, что могу тебе дать 100% гарантию. Тысяча довольных клиентов и ты можешь быть одним из них. Ссылочка находится в описании под этим роликом. Что ж, отсчёт времени прямо вот так вот начинается. У нас есть ровно час, так что давайте приступаем к игре. Самое первое, что может быть, это просто пройти тренировки. Первая тренировка пройдена, на это у меня ушло 3 минуты. О, теперь самое моё любимое, это награды, которые мы получим за баги, которые мы даже не застали. Но на этом аккаунте мы получим хорошо. Беллингем, отличный СПшник есть. Дальше. Сейчас будет игра 114-й. Внимание. Кварацхелия. Отличный ЛВшник, он довольно быстрый. И Харри Макуайр. Уже мы получили трёх игроков для основного состава. Причём абсолютно ни за что. Абсолютно бесплатно, просто компенсация. Так что если ты хочешь начинать играть на новом аккаунте, планируешь создавать новый аккаунт, то прямо сейчас лучшее время это сделать. Реально, если хочешь, легай на новый аккаунт прямо сейчас, потому что полсостава тебе уже дадут на халяву. Вот единственное, что это мне хотелось получить условного Месси, либо Роналду с игрока 112-го. А так в целом всё просто прекрасно. Клуб, тут честно говоря нет времени думать, давайте сборную Бразилии мы выберем. Сиарист 1 час, пускай будет так. Я честно говоря в шоке, 15 минут у меня ушло просто на прохождение тренировки. Это 1 четвёртого нашего времени, облако, кстати, нам выпадает. Ну и теперь мы получили доступ к квестам, событиям, Division Revals, короче, ко всем прелестам нашей игры. Как ты понял, 1 час FIFA Мобайл это буквально ничего, потому что уже четверть этого времени я потратил просто на прохождение тренировки. Так что, к сожалению, у меня просто не хватит времени на то, чтобы пройти всякие второсортные события, по типу, там, турнира в лиге, даже квесты у меня полностью не получится пройти. Самое главное, это отыграть события команды сезона. Всё остальное чисто по возможности. Пока я не начал всё отыгрывать, напомню про это страшное число людей, которые до сих пор не подписались на канал. Напомню, что 100 тысяч на канале будет невероятно скоро, именно твоя подписка очень важна. Так что прямо сейчас спускайся под ролик, подписывайся, а я в свою очередь обещаю, что ролики будут выходить ещё чаще. Так, давайте максимально быстро. Самое первое, это хочу я проклацать бесплатный набор, может нам здесь повезёт. Так, ну на этом вроде всё. Всё. Дальше звёздный аббек мы здесь ещё можем получить, в принципе, что-то интересное. Бустые ранги давайте мы оставим немножко, но потом пока что обновляем состав, уже 91, пойдёт. Они меня заставили назначить замены, а теперь мне нужно эти замены убирать. Спасибо, минус время. На этом хочу остановиться немножко подробнее. Дело в том, что это мой не первый аккаунт, и поверьте, за это всё время научился добавлять, там, убирать запасных. Зачем нас заставляют добавлять запасных? Для того, чтобы их впоследствии убирать. Да и вообще, тренировки это моя личная боль. Я засекал, уходит ровно 15 минут на то, чтобы пройти тренировку. И поверьте, если у меня уже было около 10 аккаунтов, то я научился это делать. Просто обращаюсь в пустоту, но так хочется, чтобы они наконец-то добавили функцию пропуска тренировки. Думаю, абсолютно все это поддержат. Ещё, что мне нужно срочно прям сделать в событиях, это отыграть во всякие вкладочки. Давайте мы начнём именно с Ultimate Toads. Здесь мы можем пооткрывать очень важные для нас наборы, с которых мы можем выловить каких-то неплохих игроков. Ну а тем временем я накопил на один наборчик. Я надеюсь, что мне выпадет отсюда что-то нормальное. Ну, пускай будет монета. Рынок мы открываем, он нам ещё точно пригодится. Прошёл я тренировку в ВС Атаке. По факту ВС Атака особого смысла не имеет, если ты играешь на скорость, как, например, я. Получишь сейчас там свои 300-500 тысяч монет, но особой разницы, конечно же, это не сделает. Так что дальше тренировки я заходить в ВС Атаке, пожалуй, не буду. И равную игру трогать тоже не буду. Следующий режим, в который я могу и хочу отыграть, это Toads Сообщество. Время летит очень быстро, и у нас уже прошло больше получаса. У нас сейчас идёт обновление дня. Это означает, что мы ещё раз можем отыграть в Ultimate Toads. Это небольшая хитрость по прохождениям. Игровой день у нас обычно обновляется в 10 вечера. Но если я начал играть в 9.30, то закончу играть в 10.30. С этого следует, что я застану 2 игровых дня. Соответственно, я могу 2 раза получить награды за вход, 2 раза отыграть события, и в некоторых режимах забрать награды в 2 раза больше. Короче, очень классный лайфхак, но не знаю, зачем он вам. Несколько минут спустя мы, наконец-то, делаем то, что нужно во вкладке Сообщества. Я не знаю, какой из этих двух паков открывать. Давайте мы откроем, допустим, этот, и надеемся, конечно, на игрока. А нет, просто самоцветы. Уже 1500, за них можно пооткрывать пакетик, и вдруг что-то дропнет. Самоцветов у нас не так много, так что нам нужно выбирать дешёвые паки. Из дешёвых паков самые выгодные являются паки ретроспективы. Давайте откроем ретроспективу. Почему бинеты? Конечно же, ничего себе, 3 миллиона монеток. Это, конечно, очень даже круто. Дальше, что мы делаем, это идём в нашу любимую вкладку, и допроходим её до конца. Слушайте, у меня всё ещё большие надежды на этот набор, так что давайте мы его откроем. И вот реально, пожалуйста, игрок, а не монеты, игрок, а не монеты. Прямо сейчас мне выдали ещё какой-то набор, это 107-й Ибрагимович. Прикольно. Только что мне выдали сейчас, я реально без понятия. Я думал, что выдают либо Магуайра, либо Ибрагимовича. Мне выдали и Магуайра, и Ибрагимовича. Также, что немаловажно, мы забираем ещё 1000 самоцветов, и мне хватает ещё на один набор. Для тех, кто не понял, 1000 самоцветов я получил просто за привязку учётной записи. Это самый лёгкий квест, который должен выполнить буквально каждый. Во-первых, получите самоцветы плюс миллион монет. Во-вторых, защитите свой аккаунт. Так что двойная выгода. Идём мы, значит, в ретроспективу, и давайте мы откроем вот этот вот пак. Почему бы и нет? Игрок, игрок, которого можно неплохо продать. Кто-то такой вообще. Кто-то такой. 108 всего лишь. И непродаваемый, так что отправляется в основной состав. Буквально несколько позиций осталось усилить, и уже будет очень неплохо. Давайте мы ещё в испытания поиграем, в котором мы можем получить монеты и бусты. Почему бы и нет? Самое главное, это контролировать время. У меня вроде пока что всё под контролем, осталось 15 минут. Ещё приятные новости. В звёздном абонементе нам выдадут игроказ 103+. 105-й, Браунхилл, прекрасно. Нам ещё придётся делать что-то со схемой, понятно. У меня нет так прям много времени, чтобы думать. Давайте лучше раскачаем бустики. Там уже мы в зависимости от бустиков, получается, будем смотреть, какую схему мне нужно будет выбирать. Думаю, вот эта тактика для нас сейчас самая лучшая. Дальше, дальше, дальше. Самое время нам думать про раскачку рангов, потому что времени остаётся реально мало. Так что давайте мы прокачаем ранги игрокам, которым возможно. У нас, к сожалению, возникли проблемы с элементами полузащиты, защиты и так далее. Так что разве что вот так вот мы можем раскачать ранги, а дальше это смысла особого не имеет. Но тренировать ранги ещё имеет смысл, потому что мы выполняем различные квесты. Окей, ранги это вообще не страшно. У меня ещё есть 10 минут, но нужно купить мне 4-х игроков по позициям. Не знаю, получится ли сделать 110, это, конечно, вряд ли. Но если получится, будет очень круто. Самые выгодные для покупки это игроки из команды недели. Но я не знаю, возможно ли их купить. У меня ещё есть около 7 минут. Я, конечно, сейчас заявки кину, но вряд ли получится мне это сейчас сделать. О, это я одобряю. Купился Берарди. У нас всё равно этот игрок без буста. Так что давайте мы просто вот так вот сделаем и поставим в наш состав карточку Берарди. Остаётся буквально несколько минут до конца. К сожалению, я отменяю эти заявки для того, чтобы купить других игроков. Потому что я ещё не знаю, сколько нужно будет ждать моих текущих вратарей. Самое первое, это мы покупаем траппер. Ставим состав, конечно же, быстренько просто прокачиваем бусты, потому что времени у нас уже очень сильно мало. Давайте мы купим дайера. Это 104 игрок, очень хороший прям рейтинг. Получаем и осознаём, что у меня очень мало монет. А мне ещё нужно купить какого-то дешёвого прям очень игрока. К сожалению, не получилось никого купить. И вот так вот у нас благополучно заканчивается время. Но очень символично получилось, это 110 рейтинг ровно за час игры. Я начал играть в 21.31, закончил играть в 22.31. Так что ровно час. И вот такой вот сотый, просто прекрасный состав. А для тех людей, которые будут волноваться, почему я ставил 700 тысяч монет и ничего на это не купил, всё банально и просто. Игроки 100+, стоят довольно дорого, явно не 700 тысяч монет. А игроки ниже сотого рейтинга просто и купить невозможно сейчас за эту цену. Там сейчас просто какой-то сумасшедший заявок на покупку. Так что вот такой вот замкнутый круг, нужно было иметь хотя бы 2-3 миллиона монет, чтобы кого-то ещё приобрести. Это был очень весёлый и интересный челлендж, который я выполнил. И я реально играл всего лишь часа, за это время получил 110 рейтинг. Думаю, комментарии с лишней. Я реально в шоке, это лучшее время для того, чтобы начинать играть без доната. Обязательно ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!